Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы советуем подписаться на канал. Ведь именно здесь вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. В том числе и обзора на машины. Причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно рассматриваем те или иные модели автомобилей на подъемнике. Как вы, конечно, знаете, основным направлением работы компании RDM Import является продажа автомобилей с пробегом в городе Новосибирске. Основу нашего ассортимента, конечно, составляют любимые и вполне заслуженно почитаемые многими нашими соотечественниками японские и корейские марки. Но случаются и исключения. Герои нашего сегодняшнего сюжета относятся как раз к этим исключениям. Этот компактный кроссовер был первой попыткой создания подобного автомобиля для компании BMW. И, как показали годы, прошедшие с момента завершения уже теперь выпуска этой модели, получился он достаточно неплохим. Особенно, что касается надежности. Конечно, по меркам баварского автопроизводителя. Причины, по которым человек может захотеть купить себе подобную машину, могут быть разными. Кто-то мечтает об автомобиле марки BMW, кому-то нужен компактный и шустрый с хорошей управляемостью кроссовер, Ну, а кому-то подобный автомобиль просто подвернулся по удачной цене и почему бы не взять. Так вот, об основных моментах, про которые стоит быть в курсе, если вы задумались о покупке подобной машины, мы сегодня и поговорим. Встречайте, BMW X3, кузов Е83. BMW X3 в кузове Е83 появился в далеком 2003 году, где-то под конец года. Этот автомобиль простоял на конвейере 7 лет, где его сменила следующая модель с кузовным индексом F25. При этом, BMW X3 в процессе своего производства прошел через рестайлинг в 2006 году, в ходе которого модель основательно обновили. Причем, в данном случае, не столько внешне, сколько эти изменения коснулись линейки агрегатов под капотом. Так, на российском рынке вы могли купить этот автомобиль с одним из следующих двигателей. На дорестайлинговых автомобилях младшим в линейке среди бензиновых агрегатов был двухлитровый мотор мощностью 150 лошадиных сил. Следом за ним шел двухлитровый дизель, также на 150 лошадей. Мотор объемом 2,5 выдавал 192 лошадиные силы, а трехлитровый – 231 лошадь. Также был трехлитровый дизель на 204 лошадиные силы. Все это дело могло агрегатироваться либо с механической, либо с автоматической коробкой передач, и для российского рынка имело безальтернативно полный привод. Что касается автомобилей в рестайлинге, двухлитровый бензиновый мотор линейку агрегатов покинул. Самым младшим остался двухлитровый бензиновый агрегат на 218 лошадей. Ему в пару среди бензинок выступал также трехлитровый двигатель на 272 лошади. Дизельные двигатели того же объема, но новой линейке выдавали уже 177 лошадиных сил для двух литров, 218 лошадей для трех литров, и была также самая заряженная версия на 286-сильном дизеле объемом 3 литра, который наделял этот компактный кроссовер поистине ураганной динамикой. Что касается коробок и типов привода, купить эту машину вы все так же могли, либо с механикой, либо с автоматом, и, конечно же, с 4ВД. Наш сегодняшний экземпляр – это рестайлинговый автомобиль 2008 года. Под капотом здесь 2,5-литровая рядная шестерка на 218 лошадей и автоматическая коробка передач. По традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, также про то, насколько хорошо или, наоборот, нехорошо он сопротивляется ржавчине. По толщине лакокрасочного покрытия BMW X3 в 83-м кузове автомобиль во многом стандартный, и вряд ли вы увидите показания толщиномера на родной краске, сильно отличающиеся от цифр, скажем, 90, 140, 150 микрон. Если больше, осматривайте автомобиль пристальнее. Вполне возможно, что вы имеете дело с подкрашенным элементом. Сколы и царапины на возрастных автомобилях имеют место быть, особенно на машинах, которые часто ездят по трассе, либо владельцы использовали этот кроссовер для вылазок на природу, например, позволяя себе продираться сквозь заросли, царапая борта ветками. Однако, по части стойкости к коррозии, 83-й кузов на самом деле весьма неплох. Родная оцинковка даже под сколами зачастую сохраняется, и как раз она способствует тому, что даже на возрастных машинах следы ржавчины зачастую не появляются. По крайней мере, это касается внешних панелей. Так что, если X3, который вы присмотрели для себя, не был очень серьезно бит, не пострадал в серьезном ДТП, то по части коррозии, скорее всего, все на этой машине должно быть более или менее благополучно. Естественно, это не отменяет осмотр автомобиля снизу, хотя бы на предмет контроля наличия на месте родных пластиковых поддомкратников, которые на очень-очень многих автомобилях бывают потеряны. Из внешних недочетов можно также отметить задний дворник, который достаточно часто от долгого неиспользования закисает. Поэтому при покупке подобного автомобиля обращайте внимание на то, чтобы задний стеклоочиститель исправно функционировал. А после того, как вы станете владельцем такой машины, не стесняйтесь им пользоваться. Чем чаще вы будете это делать, тем меньше вероятность, что впоследствии вам придется разрабатывать, смазывать или вовсе менять весь механизм. Что касается салона BMW X3 в 83-м кузове, то здесь на самом деле каких-то явных просчетов, связанных с электрикой, как это ни странно, немного. Даже климатическая установка на возрастных автомобилях продолжает зачастую абсолютно исправно работать. Только не забывайте время от времени менять здесь салонный фильтр, который расположен под жабо со стороны капота. А вот работоспособность подогревов обоих передних сидений проверять надо обязательно. Подогрев на этих автомобилях достаточно нежный, и если владелец автомобиля имел привычку по какой-то причине опираться коленом на сидение, то есть прилагать слишком большой вес в одну точку, то нити подогрева вполне могут повредиться, после чего вам поможет только замена всего элемента, что будет достаточно небюджетно. Подогрев руля, которым эти автомобили в большинстве своем оснащаются, работает, как правило, без каких-либо нареканий. Но его работоспособность также лучше все же проверить. Ну и обязательно не поленитесь посмотреть комбинацию приборов на предмет наличия на ней исправной рабочей лампы сигнализации подушек безопасности. Лампа Airbag должна загораться на тестирование при включении зажигания и через некоторое время гаснуть. Если она горит на постоянку, то вполне может быть, что вам удастся отделаться заменой датчика присутствия переднего пассажира, который на этих автомобилях также можно отнести, в принципе, характерным болячкам. Однако на всякий пожарный рекомендуем проверить автомобиль еще и на наличие всех подушек безопасности. Динамичный и шустрый BMW X3 достаточно часто становился героем сводок ДТП. Так что ваша первая задача при подборе подобного автомобиля это отбраковать откровенно аварийные экземпляры, которые восстанавливались серьезно по силовой части и не имеющие, как следствие, подушек безопасности. Ну и последнее. При осмотре подобного автомобиля следует иметь в виду пару особенностей, связанных с появлением в салоне влаги. А вернее сказать, луж. К чему может приводить как забитый дренаж люка, если автомобиль таковым оснащенный. Кстати, люк на этих автомобилях не относится к сильным местам. Так что при покупке проверяйте его работоспособность обязательно. Ну а в случае, если его заедает, смело торгуйтесь на сумму обслуживания либо ремонта всего механизма. Если, конечно, планируете им пользоваться. К другим причинам появления луж в салоне можно отнести и проблемы, связанные с магистралью подачи омывающей жидкости на задний стеклоомыватель. Проложена она здесь под полом. И в случае, если трубка разобралась, например, по причине того, что жидкость элементарно замерзла, забыли вместо стеклоомывайки воду в зимний период, то вполне возможно, через поврежденное соединение жидкость стеклоомывателя начнет попадать прямо в салон. Так что при осмотре понравившегося автомобиля работу стеклоомывателя стоит также проверить. Ну а теперь начинаем долгий разговор про то, что могло стоять под капотом 83-го кузова. На дорестайлинговых машинах первым мотором в линейке, бензиновым первым по объему, был N46-B20. Этот мотор представляет собой рядную четверку. Он алюминиевый. Алюминиевый здесь и блок цилиндров, и, соответственно, головка блока тоже. Этот двигатель выдавал 150 лошадиных сил и 200 ньютонов на метр крутящего момента. Двигатель базовый, соответственно, какой-то сильно ураганной динамики от него ждать не приходится. Что касается конструктивных особенностей, мотор этот имел цепной привод ГРМ, имел фазы газораспределения на обоих валах, Double One, так называемая система, и плюс к тому был дооснащен системой вальватроник, задача которой – менять высоту подъема клапана, обеспечивая оптимизацию работы двигателя во всех его режимах. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов на этих двигателях есть. Забегая вперед, есть они на всех моторах под капотом X3, и, соответственно, заниматься регулировкой клапанов ни на одном из них не нужно. Но по мотору N46B20 есть целый ряд вопросов, которые связаны в основной своей массе с его высокой рабочей температурой. Двигатель очень горячий, и, соответственно, критически относящийся к исправности системы охлаждения. Не в последнюю очередь от высокой рабочей температуры к большим пробегам страдают маслосъемные колпачки, которые имеют свойство дубеть и, как следствие, начинают пропускать масло. Вообще масложор для двигателя N46B20 на больших пробегах весьма характерен. А если владелец при этом использует масло ненадлежащего качества и, собственно, сильно тянет с интервалами его замены, то, как правило, подобное тянет за собой на этих моторах и систему вальватроник, в частности, и ваносы. Соответственно, если вы смотрите такую машину с пробегом более 100 тысяч километров на двухлитровом моторе, имейте в виду, что вполне можете столкнуться здесь как, собственно, с необходимостью обслужить либо поменять муфты фаз газораспределения, так и необходимостью поменять подрастянутую цепь, что, кстати, на данном двигателе бюджетно не будет в связи со сложностью самой процедуры замены. Ресурс данной силовой установки порядка 250-300 тысяч километров при условии должного хода за ней. Однако под вопросом сама целесообразность покупки подобного кроссовера с младшим бензиновым двигателем. Особой экономичности вы здесь не получите, но автомобиль, например, с мотором 2.5 будет куда динамичнее, и это будет чувствоваться. Не в пользу данного двигателя говорит тот факт, что на рестайлинговых X3 компания BMW от установки данного мотора отказалась, и своего продолжения на обновленных машинах он уже не получил. Такой же по объему дизель на дорестайлинге носил маркировку EMMA 47 D20. Выдавал те же 150 лошадиных сил, но почти в полтора раза больший крутящий момент 330 Нм. Это четырехцилиндровый двигатель с чугунным блоком цилиндров, системой впрыска Common Rail и, соответственно, турбиной. Привод ГРМ цепной, никаких ваносов на дизельном моторе нет, что плюс, опять же, поскольку конструкция проще. Ресурс цепей намного выше, чем на бензиновом агрегате, как и ресурс самой силовой установки в целом. Данный двигатель по части поршневой группы способен отбегать далеко за 300 тысяч километров пробега, что большинство силовых установок под капотом X-3 в принципе и сделало, особенно если учитывать тот факт, что на данных автомобилях зачастую очень и очень любили в свое время скручивать пробеги. Особенно это касается автомобилей, ввозимых из Европы так называемым серым импортом. По большому счету, ресурс, например, турбины, форсунок, либо насосы высокого давления на этих двигателях при условии использования какой-никакой кондиционной солярки способен дойти или превысить иногда 250 тысяч километров пробега, что очень даже неплохо. В исправном состоянии эти двигатели также не склонны потреблять масло на угар. А вот к проблемам, характерным для данных дизелей, можно отнести, как вопросы по заслонкам впускного коллектора, так называемые ДИСА, или Дифференцирте зауге, анлаге, то есть изменяемая длина впуска, собственно говоря, после 150 тысяч километров пробега и возможные проблемы с разрушением демпфера шкива коленвала, который лучше предварительно менять на пробеге порядка 120-130 тысяч. Зато каких-либо проблем, связанных с экологией, на старых дизелях, рассчитанных на Евро-3, по большому счету нет. Однако стоит отметить, что на старых дизелях масло лучше все-таки менять хотя бы раз в 10 тысяч километров пробега, а еще лучше раз в 8 тысяч, чем более качественные горючо-смазочные материалы вы будете использовать с этим дизельным мотором, тем дольше он, соответственно, у вас прослужит. И не забывайте, что перегрева данные агрегаты также не любят. На рестайлинговых автомобилях вместо 150-сильного дизеля М-серии с чугунным блоком под капотом располагался уже новый двигатель серии Н, Н47 Д20 на 177 лошадиных сил, двухлитровый, 350 ньютонов на метр, крутящего момента. Привод ГРМ все так же цепной, но при этом с меньшим ресурсом, чем на его более старом чугунном собрате. Здесь, как на более современной силовой установке, уже присутствует и система EGR, за исправностью которой нужно следить и вовремя чистить. Проблемы с демпфером шкива коленвала по большому счету никуда не делись. Также на этот момент нужно обязательно обращать внимание при осмотре, как, собственно говоря, и подклинивающие вихревые заслонки впускного коллектора. Рекомендации по продлению срока службы Н47 Д20 все те же, что и по его более старому собрату. Что касается старших по объему бензиновых моторов на дорестайлинге, то это М54 Б25 на 192 лошадиные силы и 245 ньютонов на метр крутящего, и его большой объемный аналог М54 Б30 на 231 лошадь и 330 ньютонов на метр крутящего момента. Эти двигатели имеют цепной привод ГРМ, систему Double Vanos на обоих валах, впускной коллектор с изменяемой геометрией, обычно распределенный впрыск топлива и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Проблемы у этих двигателей в основной массе одни и те же. Это нерабочая мембрана клапана вентиляции и картерных газов, из-за которой впоследствии нарушается вся работа системы, и проявляется это в виде обилия масляных запотеваний и подтеков по всему агрегату. Второй момент, это могут быть те самые ваносы, которые обеспечат вам неровный холостой ход и пропажу тяги, при том, что пропусков зажигания по цилиндрам на сканере может у вас и не оказаться, то есть все катушки зажигания и свечи будут исправно работать. Также здесь периодически появляется необходимость замены датчиков распредвала либо датчика коленвала, которые могут также выходить из строя на больших пробегах. Но и в завершении, это течи масла по клапанной крышке. Чаще прочего, масло здесь через уплотнение попадает в свечные колодцы и, как следствие, также может приводить к нестабильной работе двигателя. Различия между М54Б25 и М54Б30 кроются не только в рабочем объеме, но еще, как ни странно, в поршневых кольцах, которые на М54Б25 младшего объема существенно более слабые и, соответственно, имеют склонность закоксовываться и залегать на относительно меньших пробегах, чем у трехлитрового собрата. Соответственно, двух с половиной литровый мотор на данных автомобилях на дорестайлинге более склонен подъедать масло, чем трехлитровый двигатель. Хотя с поправкой на средние пробеги большинства подобных экземпляров эта разница вполне может быть и нивелирована. Вообще, если говорить про расход масла на угар, то производитель устанавливает для данных двигателей весьма и весьма либеральные нормы расхода смазки на угар на тысячу километров, который здесь может доходить до литра. Но на практике на интервалы замены порядка десяти тысяч владелец исправного подобного двигателя вполне может долить порядка четырехлитровой канистры. Так что для бензиновых двигателей расход масла на угар это практически норма. В принципе, практически все те же самые проблемы могут настигнуть и владельцев рестайлинговых автомобилей, под капотом которых располагалась также пара разных по объему, но сходно конструктивно двигателей Н-серии М52B25 и М52B30 цепные моторы с гидрокомпенсаторами Double Vanos и VALVATRONIC изменение высоты подъема клапанов. Моторы чувствительны к перегреву, моторы чувствительны к качеству собственно говоря моторного масла и версии с 2,5 литра также более склонны его подъедать, нежели трехлитровые собратья. Здесь без изменений. Единственная разница по сравнению с предыдущими более старыми двигателями на более новых моторах отмечается периодически появление цокотания гидрокомпенсаторов на холодную. По части ресурса это порядка 270-300 тысяч километров. Ну а по части каких-либо вопросов по электрической составляющей любой бензиновый двигатель под капотом X3-го так или иначе рано или поздно приведет владельца к замене датчика массового расхода воздуха и вполне возможно придется проделать какие-то манипуляции с электронной дроссельной заслонкой помимо ее чистки. Вышесказанное про бензиновый двигатель X3-го отнюдь не значит что такую машину вообще противопоказано покупать можно но с учетом некоторых особенностей по части присутствия расхода масла на угар и конечно после тщательной диагностики например по этому автомобилю с его двигателем М52 Б25 каких-либо вопросов после полной диагностики при поступлении данного автомобиля у нас не возникло да и вообще замечаний по мотору на этой машине с пробегом 236 тысяч километров нет вот что значит адекватный подход предыдущего владельца к содержанию автомобиля ну а что касается максимальных трехлитровых дизельных двигателей то на данных автомобилях ставились либо М57 Д30 более старая версия с чугунным блоком цилиндров либо М57 Д30 на более современных старый двигатель на дорестайлинге имел мощность 204 лошадиные силы а версии на рестайлинговых машинах было 2 на 218 либо на 286 лошадей последний двигатель имел 550 ньютонов на метр крутящего момента и разгонял достаточно нелегкий но при этом компактный кроссовер до первой сотни менее чем за 7 секунд при этом данные двигатели отличаются хорошим ресурсом и относительно небольшим на самом деле расходом топлива помимо общей проблемы всех дизелей с демпфером шкива коленвала которая настигает так или иначе большинство собственников на пробегах 150-180 тысяч километров по этим моторам можно отметить для старых двигателей с нормами евро-3 возможные проблемы по впускному коллектору ну а у более современных довольно привередливый теплообменник системы EGR который к пробегу 160-200 тысяч километров может и прогореть как следствие антифриз у вас начнет попадать в масло поэтому за состоянием системы EGR за частотой клапана EGR и состоянием теплообменника надо смотреть ну а если вы покупаете подобный трехлитровый дизельный автомобиль не лишне будет уточнить у предыдущего владельца что по этой машине делалось и желательно чтобы он мог подтвердить все это дело документарно на более современном дизеле N57D30 также нужно обращать внимание на то чтобы маслоотделитель функционировал исправно в случае если он это делать перестает вы обнаружите достаточно массивное запотевание по патрубкам подачи воздуха на турбину ресурс трехлитрового дизеля при правильной эксплуатации на этих автомобилях может запросто перешагнуть за отметку 400 тысяч километров и если позволяет бюджет и вы нашли более или менее живой автомобиль с подобным мотором то вот именно его мы бы вам советовали рассмотреть в качестве варианта для покупки правда только при условии тщательной и полной диагностики подобного автомобиля на профильном сервисе ну а теперь что касается коробок передач 83-го кузова на этом автомобиле практически с любым из моторов кроме младшего двухлитрового дизеля на дорестайлинге могли агрегатироваться как механические так и автоматические коробки передач по механике по большому счету вопросов-то здесь и нет единственное при осмотре подобного автомобиля конечно стоит обратить внимание на то чтобы коробка была сухая течи сальников все же иногда бывают ресурс компонентов сцепления на x3 это порядка 180-200 тысяч километров пробега до замены но имейте ввиду что на этих автомобилях используется достаточно недешевый если говорить про новую деталь двухмассовый маховик соответственно при осмотре тест-драйве подобного кроссовера с механической трансмиссией обязательно убедитесь что на ходу при переключении передач при отпускании сцепления маховик не бьет то есть нет никаких ударов толчков и дерганий при переключении передач в противном случае как уже было сказано новый маховик достаточно дорого а бушный в хорошем качестве нужно еще и ситриться найти ну а что касается автоматов то здесь они также весьма и весьма неплохи ходят они за 250 тысяч километров пробега но вот при тест-драйве обратить внимание на состояние данной трансмиссии стоит особенно если вы смотрите автомобиль с очень моментным максимальным дизельным трехлитровым двигателем исправный автомат на x3 не тянет передачи не дергает и вообще работает абсолютно адекватно в унисон с тем что вы хотите от автомобиля отклонение от нормы в виде затупов или толчков при переключении передач не стоит списывать на спортивность это скорее предпосылка к необходимости в ближайшем будущем заняться ремонтом коробки ну как минимум по части гидроблока а вот что касается системы полного привода x-drive которая стоит на этом автомобиле то принцип ее работы следующий до 20 км в час автомобиль постоянно полноприводной выше этой скорости часть крутящего момента начинает с передней оси уходить назад и по достижении скорости 180 км в час машина становится чисто заднеприводной демонстрирует она повадки заднеприводной машины и в управлении на скользкой дороге соответственно вы имеете возможность очень красиво заходить в поворот под тягой сделав заброс хвоста а впоследствии электроника перебрасывая часть крутящего момента на передние колеса запросто вытянет за вас автомобиль так что если вы получаете удовольствие от управления автомобилем в предельных или около того режимах данная автомашина как раз вам подойдет что касается надежности системы полного привода то здесь рестайлинг предпочтительнее у дорестайлинговых экземпляров не отличался живучестью во-первых подвесной подшипник заднего кардана на рестайлинге проблему поправили и эта деталь уже практически не требует к себе внимания а также были вопросы над у рестайлинг и по ресурсу самой раздаточной коробки у рестайлинга все намного крепче также имейте ввиду что большинство вопросов по полному приводу экз третьего связано с отказом сервопривода муфты раздатки о характерной неисправности будет говорить горящая контрольная лампа системы 4WD на приборной панели и рост ошибок по сканеру диагностика с помощью которого является неотъемлемым этапом покупки любого BMW и X3 в частности ну и последнее при осмотре обратите внимание на отсутствие люфтов на крестовинах переднего кардана по задумке производителя меняется этот узел только в сборе и стоит достаточно недешево так что если вы подобное обнаружили на понравившейся экземпляре но в целом машина вас устраивает это будет поводом для хорошего торга с продавцом что касается подвески X3 первого поколения то ходовка эта получилась кстати на редкость крепкой хотя по своему характеру данная подвеска больше заточена на управляемость нежели на комфорт машина достаточно жесткая правда при езде по очень хорошим дорогам с очень хорошим асфальтом вы этот недостаток вряд ли прочувствуете но если в регионе где вы планируете эксплуатировать автомобиль с качеством дорожного покрытия не все скажем так ладно то перед покупкой обязательно прокатитесь на машине и определите не будет ли этот автомобиль раздражать вас излишней тряскостью после покупки а вот что касается ресурса то все здесь весьма и весьма неплохо подвеска многорычажная соответственно относительно сложная но при этом даже самый слабый элемент такой как стойки переднего стабилизатора которые здесь весьма непривычно большой длины имеют свойство выходить из строя на пробегах уже ближе к 80 тысячам километров что достаточно неплохая цифра для данного компонента нижние шаровые опоры выхаживают порядка 150-160 тысяч прежде чем попроситься на замену причем в данном случае нижнюю шаровую вам придется менять только в сборе с рычагом рулевые тяги и рулевые наконечники выхаживают также свыше 120 тысяч километров пробега что касается рулевой рейки самого дорогого узла любой ходовки то в данном случае беспокоиться по большому счету не о чем рейка на x3 получилась весьма крепкая она здесь гидравлическая и если вы осматриваете автомобиль рейка на котором сухая и при этом не стучит то и беспокоиться по большому счету не о чем до появления первых симптомов предпосылок к ремонту данные узлы на x3 первой генерации выкатывали спокойно под 200 тысяч километров пробега кстати говоря руль у x3 достаточно тугой особенно если сравнивать его с более современными аналогами от японских производителей поэтому это еще один аспект на который надо обратить внимание на тест-драйве пойдет ли вам такой характер настройки гидроусилителя руля или нет что касается задней подвески здесь у нас многорычажка и ресурс большого количества сайлентблоков как правило превышает 150-170 тысяч километров пробега кстати как и по части сайлентблоков передних рычагов например кстати большую часть из них вы можете на данном автомобиле поменять отдельно от рычагов за что компания бмв отдельное спасибо свыше 160 тысяч здесь способны отбегать и амортизаторы и ступичные подшипники в общем какой-либо повышенной хлипкостью данная ходовая часть не отличается так что если вам удастся купить себе автомобиль где по части ходовки все обстоит благополучно то по большому счету заглядывать в нее вы будете не чаще чем раз в пару тройку лет кстати говоря на этой машине каких-либо нареканий по ходовой части нет вообще подвеска данного х3 приведена в образцовый порядок выводы по 83 кузову первого х3 будут следующие если вам очень хочется купить себе подобную машину то в принципе вы имеете полное моральное право это сделать и если вы проявите благоразумие при выборе подобной машины и найдете для себя настоящий нормальный ухоженный экземпляр подобного автомобиля то по большому счету вы будете эксплуатировать эту машину без каких-либо явных серьезных и глобальных вливаний в течение некоторого периода времени вполне может быть что достаточно длительного умение разбираться в поставщиках запчастей на конвейер и способность покупать подобные запчасти вне упаковки оригинала по более низкой цене также будет плюсом при содержании подобной машины в целом же рекомендации будут следующими при покупке подобного х3 обращайте внимание в первую очередь на состояние а не на пробег или на год автомобиля также количество собственников больше двух трех не должно вас смущать применительно к этим машинам даже если владельцев у него было шестеро но пятый и шестой отнеслись к автомобилю с душой и изрядно вложились в то чтобы привести подобную машину в хорошее состояние будет являться неоспоримым плюсом и это лучше чем один владелец раздолбай который за период своего владения привел автомобиль в состояние на колени в целом же по подвеске например которая на этом автомобиле в отличие от большинства других моделей концерна не алюминиевая остальная вопросов так как таковых нет здесь достаточно большой ресурс компонентов здесь неплохие моторы в том что касается дизельных двигателей и в общем-то достаточно надежные автоматические ну естественно механические коробки передач а в завершении всего кузов который благодаря оцинковке долгое время хорошо сопротивляется ржавчине на сегодня это все если наш обзор был вам чем-то полезен понравился ставьте лайки подписывайтесь на канал и указывайте в комментариях какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять также если вы владели или до сих пор владеете иксом в 83 кузове и вам есть чем нас дополнить и в чем нас исправить пишите в комментариях поскольку людям которые выбирают подобную машину именно ваш комментарий может оказаться очень полезным ну а если вы хотите так или иначе приобщиться к миру владельцев BMW и вас заинтересовал именно этот автомобиль который на момент подготовки сюжета пока еще находится в наличии на продаже в компании RDM Import и вас интересует стоимость либо какие-то дополнительные детали под этим видео будет вся контактная информация пишите звоните задавайте вопросы вопросы до сих пор до сих пор до сих пор